приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о том что можно увидеть в зеркале друзья я бы рекомендовал вам знаете что как-нибудь взять потратить время минут 20 желательно чтобы никто вас не отвлекал никто не шуршал нигде и просто постоять посмотреть на себя в зеркало максимально близко в лицо посмотреть ничего не делать ничего не думать просто посмотреть там действительно можно много чего увидеть выглядеть будут довольно своеобразно но какая вам разница как-то выглядит стоит чувак да effort зеркала 20 минут так вглядывается но там действительно много можно чего увидеть и так давайте попробуем понять что можно увидеть может быть когда вы посмотрите 20 минут зеркала вам близки покажутся мои мысли дело в том что через вглядывание в себя, можно прийти к мысли о бесконечности, во-первых, жизни, бесконечности с точки зрения ее длительности, а с другой точки зрения ее, ну как бы это назвать, широты. То есть, если длительность это долгота, то здесь широта. Может быть, даже в плане принадлежности к какому-то вездесущую, но не вездесущую, но все-таки намного более широкое бытие. Почему так? Смотрите, сейчас отвлекусь немножечко. Когда люди что-то изобретают, то, как правило, оно имеет отношение, ну, скажем так, к мироустройству, к Богу. Человек не может ничего сам придумать в чистом виде, просто придумать то, чего никогда не было. Он ничего не создает в чистом виде, он не может создать из ничего, все равно он берет там материалы из земли, из той же. Так вот, идеи, судя по всему, он берет из этого же мира. Он не создает уникальных идей каких-то, он их преобразует, информацию этого мира. Ну, если как бы поподробнее хотите, Платон об этом писал, теория идей, его учения об идеях, что душа, она когда-то была в мире идей, а попав сюда, она просто может вспомнить, она не может изобрести, она может вспомнить какую-то идею. Так вот, вот примерно то же самое, судя по всему. И именно поэтому многие люди говорят, что вот этот мир может быть матрица, да. То есть, с одной стороны, человек создает там электронные какие-то машины, компьютеры и так далее, программирует, и, с другой стороны, говорит, а этот мир случайно не запрограммирован. В принципе, ну, разумная мысль. Разумная не потому, что его кто-то запрограммировал, а потому что откуда бы человек придумал такую вещь, как программирование? Откуда бы он его придумал, если бы это как-то не было в мире растворено? И поэтому вполне возможно, что да, он его как бы черпает из мира. И в мире вполне возможно использованы какие-то законы. Ну, чтобы было понятно, Гегель, кажется, сказал, ой, не Гегель, Галилей. Галилей сказал, что книга природы написана языком математики. Вот, вот из этой области. А сейчас многие говорят, что это, в принципе, такая же матрица. Короче говоря, некое заимствование из мира. Так вот, юриспруденция. Юриспруденция, между прочим, друзья, эта вещь очень древняя, и более того, в древнем мире она была нераздельно связана с правом. Ну, не с правом, с философией. Право было связано с философией. Причем намного шире, чем сейчас это изучается. Потому что взять ту же математику, ту же геометрию. Теорема Пифагора, да, что вы от ней знаете? Саму теорему. А между тем, Пифагор имел огромную философскую школу. И там вот эта вот теорема его была, это малая часть. Это человек, который утверждал, что каждое тело, в том числе планеты, звучат, и мы не слышим звука, принимаем его как полное отсутствие звука, только потому, что в нем рождаемся, привыкли к нему. Там очень мало, что от его учения осталось, школу разгромили. Но то, что в школе, в нашей преподается, это ерунда. Это просто, ну, не знаю, какие-то огрызки. Это то же самое, что человек писал философские труды, а после него начинают изучать тип ручек, которыми он писал, шариковых. И делают, не знаю, там, учения о ручках. Ручка логия, ручка ведения. То есть, очень мало что берут. И современная юриспруденция, которая, да, изучает римское право, например, она даже не понимает, насколько это была часть философии. Так вот, с точки зрения права, в свое время Мизулина, да, сказала, ее высмеяли за это, что чем больше в государстве запретов, тем свободнее человек. Ее высмеяли. Но идею ее я понял. То есть, если взять с точки зрения, как бы, теории права, ну, блин, она права на самом деле. Объясню, почему. Потому что, если в государстве есть запреты, но при этом действует принцип «разрешено все, что не запрещено», то действительно у человека будет больше прав, чем в государстве, есть только разрешение. Можно это, это. Можно это, значит, ничего нельзя, кроме этого. То есть, можно это, и огромное количество не можно, потому что оно разрешено. Если же нельзя это, то все остальное можно. То есть, с точки зрения теории права, как ни странно, она права. Чем больше запретов, тем более свободен человек, Как ни странно, в государстве Так вот, теперь смотрите Как действует в государстве Какое-то право Вот это право, запрет, это даже Несерьезное ограничение прав То есть идеально человек вообще просто Имеет право на все Дальше начинается запрет Это первая стадия запрещения Вторая стадия запрещения, более жесткая Это право, как ни странно Ты имеешь право на это Это значит, ты не имеешь права ни на что другое Так вот, смотрите, как действуют права Как действуют документы, которые определяют статус человека Ну, например, для того, чтобы, не знаю, вы были, не то, чтобы вы были гражданином, нет Но, чтобы вам, документ гражданина, паспорт, да Вот, на тебе паспорт, теперь ты гражданин Ты до этого момента был, как говорится, человек мира А вот теперь ты гражданин, да Тебе там упала сразу воинская обязанность и так далее Короче говоря, любое право, которое вам дают, право, друзья, а не обязанность Оно сразу же сужает ваш статус Сужает, не расширяет Ты имеешь право, человек говорит, о, теперь я право имею Мой статус расширился, сузился твой статус Как только ты получил это право Потому что до того, как тебе это право не дали Ты мог делать что угодно Но тебе дают право, и ты можешь делать только это Дальше, не знаю, там, права на вождение машины Категория B, вот у меня категория B, легковых машин Тебе уже дают это право То есть у тебя уже сужение всех остальных категорий Ты не имеешь права Ну да, без прав ты как бы с точки зрения государства не имеешь права водить вообще Вот, здесь тебе дают чуть-чуть То есть может быть не совсем корректное сравнение Короче говоря, каждое право будет только сужать твой статус Теперь возвращаемся к нашей идее Вот это тело, которое вы будете рассматривать Это по сути право Право быть человеком Это коннект души с миром С материальным миром Как паспорт, например, коннект человека с государством Он определяет права и обязанности человека и гражданина Но это сужение То есть с одной стороны ты коннектишься Ты получаешь некоторые плюшки, бонусы С другой стороны ты и урезаешься очень сильно этим документом Паспортом тем же Там, я сказал, воинская обязанность Там куча других обязанностей Вот Ну не столько обязанностей, сколько запретов больше Так вот Телом человек коннектится с миром с этим Тело, судя по всему, носит примерно Функцию Паспорта Материального мира Если у вас тела нет, вы не можете присутствовать в материальном мире То есть душа не будет присутствовать в материальном мире Тело это право на вхождение Право на бытие в материальном мире Но вот это право на бытие в материальном мире Как раз и ограничивает для души Возможность бытия в других мирах Одновременного Отсюда как бы вот оно Бог дал кожаные ризы Адаму и Еве Это по сути жуткое ограничение бытия Вот теперь у тебя право присутствия в этом мире То есть у них не было ни прав, ни обязанностей, ничего И тут ему Бог дает, говорит, а теперь у тебя право жить в материальном мире И все, это автоматом значит, что все остальное запрещено Тело это некий паспорт, некое право, некая вилка, штепсель жить в материальном мире Но это же означает ограничение других миров И поэтому как только человек разрешается от тела, он попадает в другие миры Но разрешиться от тела человек не может Какие-нибудь там самовыпил, это не выход Это Богом определено Это не просто право, это право Богом установленное А все миры существуют по воле Бога Поэтому своевольно вы ничего сделать не можете Почему, собственно, сейчас, в числе прочего, навязывается атеизм? Для того, чтобы человек не пришел вот к этой идее Что изначально правом, правом даровать право обладает только Бог Потому что, как я уже сказал, в случае с математикой Человек копирует Там ту же, не знаю, программирование человек, может быть, даже и копирует Мне, например, один астролог говорил, что, в принципе, те же звезды Это все математика Можно там по звездам предсказывать, там, Таро мутить С помощью математических формул То есть можно написать программу, которая будет отлично предсказывать, там, по Таро То есть вот эта вот идея математики А дальше человек ее только срисовывает То же самое и здесь Если люди будут понимать, что право, дарование права есть только у Бога То начнется, скажем так, осознание остального Что вот эти люди, другие, которые там паспорта выдают, права выдают Это, по сути, попытка собезьянничать Бога Так работает Бог И против Бога, как бы, переть нельзя, потому что Он все создал Но вот эти люди, это не что иное, как маленькие антибашки Анти... ну, антихристы, условно говоря То есть они берут схему Бога и ставят себя на место Бога Дарую тебе права человека и гражданина А ты кто, чтобы их даровать, друг? Ты разве Бог? Ты разве Бог, который может дарованием права Ограничить меня в чем-то, во всем остальном На тебе права А каким образом ты имел право у меня их отнимать? Почему я изначально должен получать права, чтобы водить машину? Короче говоря, как только основная масса людей Или хотя бы какое-то количество Начнет понимать, что такое дарование права То, что оно может быть даровано только Богом Начнется очень серьезный ропот против людей Которые ставят себя на место Бога Которые пытаются выдать кому-то там кожи, эти ризы кожаные Ограничив тем самым На-ка тебе паспорт, россиянина, не знаю, там, гражданин Российской Федерации Это уже значит, что по всем другим странам я ограничен в правах Нифига ж себе А вы кто такие, чтобы меня ограничивать в мире, который сотворил Бог? Короче говоря, это в чистом виде антихриста Маленькие такие, которые ставят себя на место Бога Обезьяны Бога, обезьянки, я бы сказал Потому что антихрист будет более авторитетной обезьяной Это обезьянки такие, обезьянчики Бога Короче говоря, друзья, подумайте Все, что я сказал, может быть сумбурно Попяльтесь на себя минут 20 В кромешной тишине, в зеркало И вы поймете примерно, о чем шла речь Меня как-то это вот осенило По поводу того, что ваша тушка Это ваш паспорт Но это паспорт, который ограничивает вас Паспорт гражданина этого мира материального И он ограничивает вас в плане того, что во всех других мирах В духовных, в ангельских Вы, в общем-то, иностранец И у вас там все очень урезано Права очень урезаны Но это от Бога А все остальное, все ваши остальные статусы От обезьян Бога От обезьянок Поэтому посмотрите Может быть вы это прочувствуете Все, что я сказал Оно не столько понимаемо Сколько чувствуемо И вот буквально на днях Как-то дошел я до этого Постояв перед зеркалом Порядка 20 минут Пробуйте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok